Привет всем, вы на канале Санита, меня зовут Настя Бабич и сегодня снова поговорим об актуальных событиях в мире и интересных моментах, которые помогут нам сделать правильные выводы про дальнейшее развитие событий. Вы подписывайтесь на канал, а я рассказываю. Начинаем! Административный суд Берлина отменил временный запрет на использование российских флагов 8 и 9 мая у советских мемориалов. Полиция Берлина сообщила, что уже подала жалобу Высший административный суд на это решение. Ранее был снят запрет на использование украинских флагов памятной даты, который был введен вместе с запретом демонстрации российского флага, георгиевских лент, ношения военной формы или ее частей и исполнения маршей и военных песен на территории советских мемориалов. Напомню, власти Берлина ранее объявили о намерении предотвратить возможной провокацией в 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе, отмечаемую в западных странах 8 мая и в празднуемый 9 мая в России День Победы. В связи с этим полиции был введен запрет на размещение украинских и российских флагов 8 и 9 мая у советских мемориалов в Трептовпарке, Тергартине и Шенхольцерхайте. Также полиция предупреждает, что любые действия, не относящиеся к чествованию Дня Победы, будут пресекаться. Обстановка не должна выходить за пределы и выливаться в конфликты или столкновения. Именно так подчеркнули в правоохранительных органах. А нам остается надеяться, что данный праздник не будет омрачен никакими ситуациями. Ветеранам осталось немного и пусть для них этот праздник, этот день пройдет максимально спокойно. У нас будут свои новые праздники, новые даты. И вот в эти дни с согласованием с местными властями, пожалуйста, проводите свои митинги и все, что вы хотите. Политики из муниципальной ассоциации Саксонии и Баварии на фоне увеличения числа беженцев требуют установить верхний порог для просителей убежища. Чиновники Саксонии предупреждают, что их возможность по приему беженцев давно исчерпаны, а интеграция иностранцев сейчас невозможна. Наплыв беженцев, как говорится в заявлении, привел к тому, что в детских садах не хватает места, а нагрузка на медицинские учреждения выросла до максимума. В Саксонии, как утверждают местные власти, сейчас находится в два раза больше беженцев, чем регион может принять. Временные меры, такие как размещение людей в гимназиях или палаточных городках, неприемлемы ни для беженцев, ни для местного населения. Мы требуем от федерального правительства немедленного и эффективного ограничения иммиграции. Именно так заявил мэр города Радебуль Берт Венша. Муниципальные ассоциации настаивают на том, что Германия может принимать максимум 220 тысяч иммигрантов в год. В этом году только в первом квартале ФРГ прибыло 80 тысяч человек. Это рекордная цифра. Если поток беженцев не сократится, то к концу года в Германии будет 400 тысяч новых просителей убежища. Представители ассоциации требуют от правительства ввести пограничный контроль на внешних границах Германии, а также признать Тунис, Алжир, Марокко и Грузию безопасными странами, чтобы облегчить депортацию туда. А тем временем искусственный интеллект начинает завоевывать все больше позиций в нашей жизни. И это не может не настораживать, так как искусственный интеллект сможет заменить людей на их рабочих местах. Самые быстро сокращающиеся рабочие места с приходом искусственного интеллекта будут такие. На первом месте банковские работники, работники почтовых служб и кассиры. И это только первые три позиции. Также предусмотрено сокращение законодателей и чиновников. И они на восьмом месте в этом списке. Вот так все может измениться в ближайшее время. А вот простых работников, которые работают руками, искусственный интеллект пока заменить не сможет. В Британии поделились новостью, что мир находится на пороге появления новой религии, созданной искусственным интеллектом. Искусственный интеллект уже изучил наш язык и нюансы поведения, и теперь способен использовать эти знания для формирования человеческой культуры во всем мире. Не знаю как вас, а меня это немного пугает. Это вся информация, которую я сегодня хотела бы поделиться с вами. Не забывайте подписываться на канал, оставляйте свои реакции и комментарии, делитесь этим видео в своих социальных сетях и пока! Субтитры создавал DimaTorzok